Всем привет! Новости Турции. В этом разделе я рассказываю в таком видео о новостях Турции, о сплетнях, именно то, что интересует людей, простых турок, которые здесь живут, такие социальные новости, иногда это политика, экономика, туризм в том числе, и так что сегодня у нас будет очень много экономики, немножко туризма и немножко политики. Давайте приступим. Итак, что сейчас на данный момент больше всего волнует людей в Турции? Конечно же, деньги, экономика и, по сути, большой вопрос под новым экономическим кризисом, который мы вот только сейчас, по сути, в нем существуем, но типа будет еще и хуже. О чем люди сейчас говорят? Конечно, у нас грядет отопительный сезон, зима, газ, и ожидается уже точно, что будет подорожание газа и электричества в Турции на 15-13% в ближайший месяц уже, вот этой осенью. Люди только это обсуждают. Затем бензин-то уже у нас подорожал летом, сейчас подтягивается электричество и газовое отопление, что будет еще дороже, люди уже в предвкушении. Я напоминаю, что цены, ну, как и везде, это естественно, но я про Турцию разговариваю, просто знаю, что сейчас скажу, что у нас в России точно так же я прекрасно все знаю, понимаю, но я про Турцию говорю, да, то есть все это самая обсуждаемая тема, что сколько стоит будет, потому что про экономику буквально два дня назад турецкая лира пробила дно. Мы думали, что она лежит на полу, упала, да, уже год или два, ну, считай, полтора, а она, оказывается, дно пробивается, снизу постучали, и турецкая лира преодолела очередной свой минимум исторический, и доллар стал по 9 лир уже здесь, когда он раньше там 70 когда-то был, 8 лет доллар был. И на следующий день, чем люди занялись? В новостях все активно начали обсуждать, куда вкладывать деньги, как их сохранить, доллар растет, что делать, какие валюты, и про евро тут вообще особо, ну, не говорят, это доллары, лиры и золото. И на всех этих голубых экранах телевизоров какие-то информационные программы, политические, новости, всякое такое, которые обсуждают ситуацию в стране, естественно, начали говорить о пунктах приема золота, скупать золото, цена золота, прогнозы, будут ли цены расти, естественно, золото, как выгодно, невыгодно его покупать, и турки очень многие ломанули покупать золото. Ну, или как минимум начали об этом говорить, обсуждать, и что планы какие-то, и сбережения, которые у них есть, хранить, конечно, в золоте. Как вы знаете, турки, в принципе, любят очень золото, и у них всегда традиционно, очень многие хранят деньги не в банке, не в недвижимости, не в валюте, а в золоте. И золото это всегда та валюта в Турции, которая работает, всегда это можно сдать, и поэтому на свадьбы дарят монетки, браслеты, ожерелья, золотые украшения, либо деньги, либо золото. Вот в Турции, чтобы лучше подарок, это золото, или ювелирное какое-то украшение, ну, ювелирное украшение тоже семейное, такое традиционное, но золото лучше подарок, никогда не откажется, это вот реальное, скажем так, вложение, валюты, которые ты можешь потрогать, пощупать, не обесцениваться, в общем, золото любят. Все, конечно, рванули, либо скупают золото, или начали об этом говорить в таких планах. И с 12 октября в пунктах обмена даже денег, не только приема чего-то там, не в ювелирных магазинах, а довиз, обменные пункты валюты, теперь нужно предъявлять документы, паспорта, либо кемлик для турка, для иностранца свой паспорт при обмене денег. Конкретные суммы я не слышала, что бы называлось, наверное, для любых операций обмена. Некоторые люди пошли, конечно, сдавать валюту, покупать валюту, и это какая-то, знаете, такая более-менее ограничительная мера, паспорт для того, чтобы не было огромного вытягивания денег, понимаете, да, как вот буквально какой-то кризис, люди рванули в банки и так далее. Но я бы не сказала, что бы огромный прям ажиотаж был на эту тему, но вот правила такое ввели. Еще скажу, что, может, вы слышали в новостях российских, это немножко обсуждалось, сейчас несу разъяснение, что люди бывают попадать в такую ситуацию, пока летели условно, тесты были отрицательные, либо на карантин их садят, когда они прилетают, они больны ковидом, или они начинают болеть здесь в отпуске, когда в Турции еще, знаете, Анталия до конца октября еще за Букино, и все, можно летать, отели забиты, кстати, туристы есть. И получается, что люди, в общем, иностранцы попадают в такую, могут попасть в такую ситуацию, что они заболели ковидом, либо у них выявился каким-то образом, когда условно там дома отрицательные тесты были здесь, какие-то симптомы появились, но очень важно. И что делать? Естественно, эти люди остаются в отелях на карантине, и карантин две недели, то есть пока ты там болеешь, доставляются лекарства, кстати, бесплатные, государство лечит всех вообще здесь в Турции. Если ты заболел ковидом, там, у тебя тест, то ты сидишь дома, и тебе домой есть такая служба, у нас они разводят лекарства, ну, как и везде, думаю, да, доставляют по онлайну, по телефону, с тобой говорят доктор, если надо, по видео созванивается, по ватсапу есть такое, либо по фейстайму смотрят там симптомы, ты что-то можешь поговорить с видео, если хочешь, назначается лечение, то есть максимально, чтобы люди не выходили, но если не помогают, то там обращаются в больницу. Так вот, людей тоже лечат, и есть такая проблема возникла, что отели на местах, скажем так, самоуправства, есть люди, у которых там тур закончился, они еще там неделю условно должны на карантине находиться, они просили деньги, вымогали, собственно, стали такие условия, вы должны заплатить за пребывание в нашем отеле, но, как бы, алло, ничего, что это форс-мажорная ситуация, у людей нет денег, и они не рассчитывали задерживаться, они бы сразу домой бы улетели, правильно? В общем, в это вмешалось правительство Турции и Министерство туризма и здравоохранения, сообща, они вывели, скажем так, можно назвать правило, что отели не имеют права, вот кто поедет в отпуск, или может оказаться в такой ситуации, или кто не смотрит в такой ситуации, знаете, отели не имеют права брать за вас деньги, снимать за то, что вы там на карантине, принужденно, не по своей, по сути воле, находитесь выше срок, чем у вас был оплачен тур в этом отеле нахождении. Надо позвонить, позвоните, я условно, я думаю, примут звонок в любом случае в полиции, или, естественно, в этом Министерство туризма, представительство российское, можете позвонить, я думаю, они вам помогут в этом плане. В общем, обращайте в полицию, это незаконно, на государственном уровне все решено уже, не имеют права, пусть говорят, что хотят, это вымогательство, это незаконно. И еще хочу отметить, что, тоже, я думаю, в новостях слышали, с начала октября, не помню, там с 8 или что ли, числа, Россия, кто возвращается в Россию, они же на госуслугах заполняют бланки, анкету свою прибывающего, да, если ты не подал, и ПЦР-тест, потом ты 3 дня сдаешь, если не подал, там 40 тысяч штраф. Так вот, немножко изменились правила, раньше можно было онлайн эту анкету заполнять, мне еще мама, кстати, из Турции так вылетала, она на госуслугах онлайн заполнила, но у них еще в самолете, у кого нет госуслуг, телефона, там телефон кнопочный, недоступ к интернету на отпуске, бумажную анкету можно было заполнять и в Шеремете там их сдавать, в общем, да. Теперь от этого максимально уходят, принимаются электронные анкеты эти, там надо было загрузить свою фотографию, и тебе вот такой вот штрих-код бы выдавался, с которым, ну, по сути, как в Турции хаскод, кстати, то же самое. И ты его там отсканируешь в аэропорту и спокойно проходишь, но, так как не у всех есть такие телефоны с кнопками, ну, что там старенький летит, да, у кого нет такой возможности какой-то пользоваться интернетом, технологиями, и с ними как-то там индивидуальный подход, но по факту сейчас Россия принимает вот это с госуслугой, госуслугой, эту загрузку, вот эта письменная форма в аэропорту отходит. Вроде как еще есть она, я уже слышала после этого введения 8 октября, что еще что-то принимали в каких-то аэропортах бумажки эти, но могут уже законно отказать, и сказать, вот на госуслугах, как хотите, так и отправляйте, вот, и это, ну, кто собирается просто в отпуск, я думаю, что вы все равно этой информацией интересуетесь, но все же. В Турции я запустила свою вакцину турецкую от ковида, начали ее прививать, я бы не сказала, чтобы кто-то прям активно рванул, все прям в дверях застревают в больницах, давайте отечественные свои вакцины прививаться, всем вообще до фонаря, но я напомню, что турки очень исправно прививаются, там уже больше 80% населения привилось в стране, поэтому и прививаются в основном Pfizer, Moderna, спутник, я тоже слышала, что в Турции есть, но я вообще не слышала, что кто-то им прививался, я вообще не слышала, что мы где-то в наличии тут, был, может, где-то в каких-то больницах, я вот не на слуху здесь вообще, только Pfizer, Moderna. Что по поводу новостей, давайте перейдем уж от медицины и ковида к политике. Такая довольно-таки противоречивая информация, вот напряженная ситуация, кто следит за политикой, за военным положением, Эрдоган заявил, потом министр обороны подтвердил, что, в общем, было такое заявление, что было опять нападение, турецкие же полицейские, военные, они находятся на территории Сирии, так же, как, я думаю, и россияне сейчас тоже, что там все равно они есть войска, войска для того, для контроля ситуации, да, чтобы террористы срочно там не напали, и вся вот эта история не произошла. И было нападение, убили несколько турецких вот этих военных полицейских, нападение было вот это точечное, специальное, там возле границы, и Эрдоган заявил официально, типа, нам надоело, что нападают, мы будем это, в общем, мы примем, он так, знаете, обтекаемый, как всегда по-турецки сказал, догадайся сам называется, в общем, что мы будем применять меры для того, чтобы наши люди со своей там условно-миротворческой миссией не умирали, не страдали, ничего с ними, в общем, не было, короче говоря, в общем, я приму все меры, чтобы это не происходило, то есть мы будем отвечать, и все такие сразу за вопрос отвечать, а что мы опять там воевать, а что там войска вводить будут, и вот эта тема начала потихонечку распространяться, слухами обрастать, люди, естественно, так как обтекаемые, а люди стали додумывать больше, и потом вот министр обороны тоже подтверждением, да, мы не позволим, там, не дадим нас в обиду, и все такие, опс, присели, то есть, ну, как бы все так удивились, неужели сейчас что-то будет, люди, короче говоря, вот просто, да, жители, они категорически против, какой-либо активной военной активности вообще-то ничего не нужно здесь, люди хотят фокусирования на ковиде, на примерах, да, помощи людям своим, да, тяжелая экономическая ситуация, и еще люди хотят спокойной жизни, не дайте работать, больше рабочих мест, потому что вот этот кризис экономический, плюс вот это топливо, газ, зима на носу, люди заняты, конечно, вот этими вопросами, вот эта вот война какая-то, а-ля такая мини-победоносная, движуха в этом плане никому вообще здесь не по душе, все такие, раз, и напряглись сразу, сейчас вот в ближайшие дни люди в ожидании, какие там новости по этому поводу будут, в общем, так прислушиваются к телевизору, скажем так, ждем каких-то движений в эту тему, но люди, конечно, это не восприняли воодушевленно, да, конечно, давайте, да нифига, блин, никто не за это, вообще не до этого, и люди за экономию. Хочу отметить, что вышла статистика на днях о подорожании, сводная статистика за этот год, о подорожании аренды жилья во всей Турции, там сводка, прям список можете найти в интернете по городам, так вот, в Стабуле жилье подорожало больше, чем на 50%, 51-53 где-то, представляете, есть другие города, в которых тоже 50%, 50-40-30% подорожание аренды жилья и стоимости в том числе, там в основном про аренду, но я по себе знаю, смотря сейчас квартиры, я вижу, что суммы, ну, в половину точно реально, квартиры подорожали, это, конечно, жесть вообще. Условия аренды тоже ухудшились в Стамбуле, потому что очень много понаехало арабов, когда сняли ограничения пандемии с мая месяца, это и вот эти сирийцы, которые здесь при деньгах, здесь богатые афганистанцы понаехали, у кого деньги, вот я про район, где живу говорю, кого мы видим, их не так много, но они есть, точечные, я бы сказала, не массово. Здесь очень много арабского мира, это Катар, потом из Пакистана есть тоже, у кого денежки, здесь работают в основном в какой-то сфере, здесь живут, снимают, либо покупают квартиры. Вот арабы, приезжающие с деньгами, их у турки вообще торгаши, очень хорошо на бабки разводят. Они говорят, оплатите на 6 месяцев вперед или на год вперед всю сумму сразу за аренду, это нам гарантии, вы же иностранцы, и они отдают это бабло. И эти условия уже на полгода вперед или на год аренды жилья, не только для иностранцев уже, и для турок такое в Стамбуле стало вылазить. И у меня про знакомые недавно турок звонил снять квартиру, объявление прозванил, он говорит, я не понял, говорит, каких 6 месяцев вперед они и залог хотят за последний месяц, и плюс еще за 6 месяцев оплату сразу риэлторы. Это не все, но очень-таки стали появляться такие точечные, ушлые. И мы когда спрашивали, говорю, а что за фигня вообще, что происходит? Я говорю, ну вообще-то конкуренция, квартиры подорожали, нам нужны гарантии. В общем, имейте в виду, кто планирует в Стамбуле что-то снимать, вопрос такой. Надо еще квартиру поискать, да еще найти, чтобы тебе ее сдали как-то на нормальных каких-то условиях. В общем, риэлторов разбаловали, и они теперь гайки закручивают. Это Турция. Зарабатываем как можем, называется. В общем, такие новости Турции. Жду ваших комментариев на эту тему. Очень интересно, что вы думаете. Если вам нужна моя консультация как психолога, всегда в инфобоксе под видео. Есть моя почта, напишите на нее с темой письма консультации, или опубликуйте свою историю анонимную на канале. Историю от анонима тоже можно написать тебе письма. Спасибо всем за внимание. Всем пока.